Всем привет, это Аудиомания. Сегодня мы расскажем, как подключается активная акустика. Активная акустика хороша тем, что имеет встроенный усилитель, а значит можно подключать её напрямую к источнику сигнала. Но это будет возможно лишь в том случае, если она имеет подходящие входы. В классическом варианте активная акустика имеет только аналоговый вход, балансный или небалансный, для чего потребуются соответствующие кабели нужной длины. Акустика подключается напрямую к выходам источника сигнала, но есть одна тонкость. Полностью аналоговые активные колонки, особенно студийные мониторы, очень часто имеют раздельные регуляторы громкости. Чтобы сохранить стереобаланс, придется использовать предварительный усилитель, либо источник сигнала со встроенным регулятором громкости. Существуют и более функциональные модели активной акустики, имеющие блютуз подключения и различные цифровые входы. При наличии оптического входа можно подать звук с телевизора или спутникового ресивера, используя стереопару вместо саундбара. А встроенный USB ЦАП позволит слушать музыку напрямую с компьютера. Наиболее экзотическим решением является специальный вход для проигрывателей винила. В этом случае внешний фонокорректор для подключения вертушки не понадобится. Если вы планируете создать свою стереосистему на базе активной акустики, уделите коммутации особое внимание. А если сомневаетесь в выборе, обратитесь к нашим консультантам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, если смотрите нас на YouTube.